шалом дорогие друзья мы с вами на этот раз находимся в тель-авиве в парке айркон мы здесь уже бывали кушали шашлыки вместе с вами это напомню вам большой длинный парк который тянется много километров вот сейчас мы в одном из таких мест в этом парке где видите люди чем занимаются как проводят выходные дни сейчас заканчивается песок сегодня последний день песок вот люди развлекаются тем что занимается спортивными мероприятиями вот есть такая такой дом такая стена который каждый желающий под наблюдением опытных инструкторов может забраться на эту стену дети взрослые вот получает тут наверно можно взять на прокат снаряжение скалолазные вот это вероятно не бесплатно сейчас зайдем посмотрим стоит каких-то денег но видимо не таких больших желающих много шалом хаба заули слышим чеки слушаем шеки друзья это с удовольствием стоит 30 шекелей стена отвесная стена зона 2 1 2 нам Субтитры делал DimaTorzok Вот такой бизнес здесь есть в Израиле, друзья. Видимо бизнес пользуется успехом, спросом. В Израиле любят такие разные экстремальные штучки. Находится много желающих. Вот он ползет вверх, а тут рядом с ним стоит на подстраховке один товарищ. И он, видите, регулирует длину страховочного каната, чтобы если тот упадет, не дай бог, он мог его задержать, чтобы тот не упал на пол. А вот юные герои штурмуют основание вершины. С каким удовольствием пацан лезет наверх, тренирует бойцовские качества свои. Видно, что уже не новичок. 30 шекелев всего лишь, и вы уже скалолазы. Вот. А там, видите, друзья. Люди играют в футбол. Вот много разных спортивных площадок в этом парке. Вон, идемте посмотрим на катаниях, на роликах. Специальная площадка. Видите, друзья, можно выделывать фигуры пилотажа. Вон там дальше еще одна площадка для мини-футбола и баскетбола. Вот тут детские батуты. Это все находится, напоминаю вам, в парке Айркон, что находится в северном Тель-Авиве. Посмотрите, детские батуты. А вот там, видите, на заднем плане, друзья, шатры передвижного цирка. Мы сейчас пойдем в ту сторону, посмотрим, насколько нас сюда запустят. Погода сейчас в Тель-Авиве приятная. Не жарко, не холодно. Дует ветерок под вечер, солнце не пекет. На небе тучи, такие не сильные. В общем, приятное для спорта время, для прогулок. Вот с женой выбрались из дому, надоело сидеть дома. Решили прогуляться. Вышли, куда глаза глядят, что называется. Хотели попить пиво, зашли в магазин, а вот незадача. Вот в израильских магазинах в эту пасхальную неделю, неделю праздника Пейсах, значит, в израильских магазинах не торгуют ничем квасным. Квасное, это то, что сделано на дрожжах. То есть, нет хлеба. Целые отделы хлебные завешаны белыми простынями. Поэтому израильтяне запасаются хлебом заранее. Кто хочет, кто ест хлеб, такие как мы. Ну а те, кто не ест, ест одному отцу. И пива, конечно, тоже нет, поскольку пиво это продукт брожжевой. И вот наше желание попить пиво, оно сегодня не могло реализоваться. Вот цирк. А вон, наверное, вход. Вот идет представление. Мы слышим по динамикам. Сейчас мы спросим. Здравствуйте. Это вход, да? А где вход? С той стороны, да? Спасибо. Лена, идем на вход. Я увидел, что шамер, охранник русскоязычный. Поэтому спросим у него по-русски. Это цирк Американо, довольно популярный в Израиле. Вот такой передвижной цирк. Часто здесь гастролирует. И не здесь тоже вход. Американо написано красными буквами. Вот, друзья, вы видите, много животных, собак здесь. А, это девочка. Я думал, она собаку чешет. Но собаками тут тоже много. Вот касса. Сейчас мы узнаем, сколько стоит билет. Растяжка. Шалюм. Кома заули? Мы ослушим. Эхат, да? Эхат? Мы ослушим. Туда. Мы ослушим. Это 130 шекелей стоит вход. Вот расписание. Значит, в 10 утра, в 12.30, в 16, в 18.30 представление. 130 шекелей стоит билет. А вот скидки и срокарты. Это банковская карта. Вот у нас есть такая карта. Значит, стоит всего лишь 48 шекелей. Лена, ты хочешь сходить в эту цирку? Если мы пойдем вдвоем, то нам это обойдется в 100 шекелей. Без 4 шекелей. Ну, дальше туда вход без билетов нельзя. Вот так, друзья, отдыхают израильтяне. В последний пасхальный день.